Офигеть! Ну это вы видели? Всем приветики! Вы на канале Виктория Литт. Я думала, дождь пойдет. А пошел снег. Красота! Причем так быстро, так сильно. Минуту назад не было ничего. Сейчас видите, сейчас наметет, наметет. Ой, Рома еще не пришел. А здесь уже вон какое. О-о-о, красота! Щеночки? Ты переживаешь, как там щеночки? Ой, да. Ну там нет щеночков, Юр. О, красота какая! Мими, ледо! Ну что, мои хорошие, вот до дверку. Дверку распаковали, сейчас будем ставить уже. Ой, вот такая у нас дверь до. Я вам еще, наверное, нормально не показывала. Вот такая у нас дверка тут. Вот это, я думаю, мы снимем, и все. И вот такая вот внутри дверка. И она вообще уже и продувает, и сквозит, и закрывается снаружи плохо. Не знаю. Они, в общем, сейчас будут менять. Вот такое выглядит до, что вы имели в виду. В общем, снимать, наверное, их не буду, чтобы не смущать. А вам дальше покажу, как будет в конце это самое. Пока их не было. Я тут немножко прибралась, пропылесосила, убрала все вот эти вот штуки, которые были. В общем, сейчас они пошли за недостающими деталями, и будем ставить. Смотрите, прикол какой, как она сверкает. Прикольно. В общем, там что-то не хватает, то ли в петлях, то ли где. И, в общем, пошли в строительный магазин пока что быстренько закупаться. И вот такая дверка. Всем доброе утро. Сегодня следующий день. Потом я вам покажу дверки. И пока что покажу. Вчера было солнце, честно сказать, вечером. Вчера чуть-чуть прошел снежок маленький. И все. Сегодня у нас все замело. Сейчас я отправляюсь опять по делам. Я вчера долго-долго думала, ехать мне или не ехать. В общем, сейчас время в 8 утра. Представляете, в 8 утра. В 7 утра я встала, помыла голову, привела себя в порядок. Сейчас чуть-чуть покушала и побежала. В общем, сейчас я еду в Тулу смотреть квартиру. Я надеюсь, что у меня все получится. Меня уже ждут. Я уже вчера узнавала, и сегодня мы пойдем подавать на ипотеку. Поэтому я очень сильно горю. Как раз-таки трешку мы уже смотрим. Две трешки я подобрала. На одной телефон пока не отвечает, на вторая еще лучше. И цена 3 300. Я надеюсь, на 100 тысяч смогу сторговаться. И если так, то нам, если на 10 лет, примерно такие цифры. С нашим маткапиталом, с нашими стартовыми взносами выйдет 25 в месяц. Это очень много. Без маткапитал где-то 30 в месяц. Если на 10 лет брать. Не знаю. Это потом все. Насчет ипотеки. Сейчас я просто вам покажу. Сегодня мне разрешили снять квартирку. Я так думаю, что сделаю это все без звука. А потом вам озвучиваю или музычку ставлю. Видео я вчера так и не успела выложить. Потому что мы вчера целый день занимались дверьми. Я там пыталась приготовить покушать. Сделала опять свою любимую курицу со сметаной. И кому она не нравится, вы просто ее не пробовали. Потому что ее можно делать раз в месяц. И она не надоедает таким способом. И каждый раз как будто классная. Как будто офигенная. А в Санкт-Петербурге, я надеюсь, что быстренько у меня получится приехать. Потому что меня там ждут в 10 с утра. И надеюсь, я достучусь до второй компании. Потому что вторая еще лучше. Еще круче. И там кухня какая. Какие стены. Очень красивая квартира. Савметраж у всех один и тот же. Расположения в принципе очень похожие. Ой, я надеюсь, у нас получится хоть одну тут забрать. Себе успеть сегодня суббота ипотеку. Сегодня, скорее всего, когда я приеду, пойдем подавать. Вчера времени вообще не было. В общем, как-то так. А тем временем я уже на мосту. И хотела вам сказать, как я смогла убедить Рому взять трешку. Короче, у нас раньше стоял вопрос. Я ему задавала, что ты выберешь по одной цене? Трешку или двушку? Он сказал двушку. И, я не знаю, на него повлиял риэлтор, который сказал, что трешку, типа, сдавать очень тяжело получится. И после этого он сказал, что либо однушку, либо двушку. Вчера он поговорил со своим братом и сказал, что брат его, получается, у него тоже дочка. И, получается, он сказал, что он очень сильно пожалел из-за того, что у них не было трешки. Вот. Потому что они живут двушки, и их, получается, намного меньше, чем нас. А я так подумала, что, не знаю, для него это большой приоритет. Для него это огромный приоритет из-за того, что, ну, брат, старший и так далее. И, в общем, мы теперь решили трешку. Двушки мы уже не рассматриваем, хотя они и дешевле, получается, на полмиллиона. Но смысла никакого нет. Я подумала, что я хочу себе спальню отдельную. Как я и говорил в прошлом видео, хочу спальню для детей, для себя и зал. Это идеальное сочетание того, что я хочу. Я надеюсь, что у нас все получится. Держите за меня кулачки. Ой, я не знаю, это видео, наверное, выйдет либо завтра, ну, у вас уже послезавтра. Вот, я уже прихожу на вокзал. Надеюсь, быстренько уеду. Ой, Максим проснулся. Он прибежал ко мне в ванную за то, что я пошла мыть голову. И тот же кошмар. Ой, Рома с ним не сидит. Вообще, не хотела мыть голову. То, что состояние вроде нормально, просто зуд мешал. Ну, я думаю, многие поймут. Чисто из-за этого пошла. Ух, красота. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, и, соответственно, и ваши расходы там в Сбербанке это страховка, понятно, что это будет сложить. Да, но... Страховка жизни, страховка, где обязательно... Ну, это Рома все знает, мам. А мебель какая-нибудь останется? Едет только техника. А кухня там, допустим? Ну, в кухне, ну, там стиралка... Не, я не про технику, я про шкафчики. Чтоб мы узнали тоже. Вот съем, наверное, будем брать, а потом только сюда перейти. Мы сейчас вообще в другом городе живем. Мы с мужем приехали. Нет, достой, ну, уедет только техника. Угу, хорошо. У нас сейчас тоже два холодильника и, можно сказать, две стиралки. И что? Дорисовый. Ты же чего, блин, боится? Я не могу. Майя, нельзя трогать. Непускай. Майя. А тебе депорода? А, я тут все купила лабрадорок маленький. Так, и кладовка. Поздняк. Эту квартиру уже продали. И за 3,280 ее продали. И слава богу, потому что мне она совершенно не понравилась. Она вся убитая, вся в раскорячку. В объявлении фотографии были другие, сразу скажу. Были офигенные фотографии. Теперь они какие-то, ну, не такие. Вот в жизни там и обои отваливаются. Там ремонта очень много на самом деле. Поэтому бессмысленно ее брать. В общем, сейчас мы идем дальше. У нас есть еще один классный вариант, который, надеюсь, мне понравится. 43 квадрата. Тоже центр, тоже близко, тоже классно. Угловая, второй этаж. А, двушка. Так что, я надеюсь, мне там очень сильно повезет. Слушай, мам, а мне нравится. А мне нравится. И реально тепло, чувствуешь? Жарко. Жарко. Нас тут не снимаете? Да, конечно. А там уж посмотрит только и все. Слушай, мне нравится. Все. 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 А мы все переживали, что если... А сколько стоит? А вы что, не видели? Ну я уже забыла. 2,790, это же нормальная цена для этого. А если здесь не будет? Ну это сябка. 2,790, да? Думаю, вы поняли, что я уже записываю все с одного момента. Ну в общем, квартира офигенная. Я уже внесла бронь. Я уже ее забронировала. Все, она моя. Она моя идеальная, хорошая, красивая. На камере она намного хуже, чем жизнь. Жизнь она прям бомба. И я сейчас уезжаю домой. Ой. В общем, как-то так. А что он меня останавливает? Видишь, он проехал? Потом останавливался. Ну что, мои хорошие. Прошло два дня с того видео, которое вы смотрели. Мы приехали с мамой очень хорошо. Пока мне есть несколько минут. Я решила с вами чуть-чуть поделиться. Вот вообще всеми переживаниями. Сейчас я скажу, я еду в пенсионный фонд. Мы вызвали машину, потому что это очень далеко. Плюс у нас два дня. Ужасно сильный ветер. Это просто, просто сносящий крышу. И балкон нам по-любому придется делать. Так, я хотела с вами поговорить по поводу того, что не совершайте моих ошибок. Потому что я отдала бронь за эту квартиру. Она стоит 2,780. Нам сделали скидку 10 тысяч. И, скорее всего, бронь не возвратится обратно. Это не пойдет в... Мы точно не узнавали, но, по крайней мере, в договоре написано, что она не пойдет в стоимость квартиры, не войдет. Поэтому я уже потом подумала уже сто раз. Полезла опять на сайт Авито, искать объявления. Потом подумала, что, возможно, трешку. Возможно, я подумала, хрен с ней с этой бронью. И я поищу еще другие квартиры. Но на самом деле, на самом деле, я столкнулась с тем, что все-таки надо брать то, что я уже заказала, грубо говоря. Потому что завтра у нас уже задаток идет 50 тысяч. Завтра надо отдать. Мне сказали, чтобы я приехала. Но мы с Ромой подумали, раз он будет с ночи в Туле оставаться. Так что он пойдет, отдаст. И мы, можно сказать, уже выходим на сделку по поводу покупки и продажи квартиры. И я, честно скажу, сто раз подумайте. И не надо спешить, как я. Потому что я потом подумала, что надо трешку. Я уже выбрала. Я уже созвонилась с людьми. И получается так, что я с ней не в ладах. Потому что я уже думала, что рассчитывала, что мы уже придем посмотрим. Ладно, я побежала. Сейчас потом поснимаю, поскажу. И машина приехала. Так, ну что, мои дорогие. Я уже дома на улице. Просто невозможно снимать. Потому что там просто дикий ветер. И вам бы это очень сильно сифонило в уши. И вы бы меня ничего не услышали. Так, сходила я, значит, в пенсионный фонд. Справка будет готова через три рабочих дня. Об остатке материнского капитала. Наличии средств там. И некоторые тратят его, я знаю. Но мы его не трогали. Поэтому нам с этим проще. И скоро будет сделка сама. Я так чувствую, когда мы соберем все документы, которые нам необходимы. Нам нужно еще одно НДФЛ от Рома. Он же сказал, ждет. И у нас будет сделка в кратчайшие сроки. Я хотела сказать по поводу того, с чего я начинала. Я же люблю убегать от темы. Я думаю, вы уже знаете. И я хотела сказать по поводу того, что если, допустим, вы выбираете квартиру, и не надо все, как я, в ПВХ делать. А я столкнулась со своей стороны. Скажу, что с такой ситуацией я звоню на квартиры, а их нет. Я звоню на квартиры, которые я хочу посмотреть, а там уже внесли задаток. И я испугалась то, что на меня ее не хватит. И мне она реально очень сильно понравилась. Вот эта квартира, которую я вам показала. И только я потом подумала о том, что может не хватать места для нас. То, что кухня действительно маленькая. И то, что комнаты две. Это с одной стороны. Если бы мы сейчас взяли трешку, это было бы минимум 3200. Вот это мы взяли намного дешевле. И я подумала, Рома со мной подумала, что реально дешевле, намного меньше тогда платить ипотеку ежемесячной своей выплаты. И поэтому с одной стороны хорошо, с другой плохо. В любом случае это вложение денег, которые мы никуда, грубо говоря, не потратили. Это тоже с другой стороны очень хорошо. И ежемесячный платеж будет меньше. Пускай она маленькая на первое время, поэтому пока что так. Но я думаю, что ничего страшного, зато это центр, ее всегда можно продать, с ней всегда можно переиграть все, что угодно. Когда мы закончим ипотеку выплачивать, мы будем брать, как нам сказала Агерса недвижимости, на самый большой срок. Это 30 лет. Насколько нам одобрит банк, неизвестно. И если, допустим, будешь гасить какими-то большими суммами, чем ежемесячный платеж, то из-за того, что мне Рома как объяснил. Если большой срок, то требуется маленькая сумма, соответственно, первые меньшие проценты идут в сам банк, на саму ипотеку. И тогда меньше надо будет самому банку отдавать, и большая часть денег будет уходить именно на саму ипотеку, именно на само жилье. Я надеюсь, я понятно объясняю. Если будут вопросы, пишите. Я в следующем влоге, скорее всего, отвечу. И поэтому мы решили так, что самое главное, что уже выбрали, уже определились. И я не знаю, хорошо я сделала так, что внесла задаток или нет, но в любом случае это уже все. Это уже наше. Возможно, по своей глупости, возможно, нет. Но в любом случае мне понравилась она. Я в нее прям с первого взгляда влюбилась, только потом подумала, что мы будем делать там с двумя детьми. Я не хотела сказать с тремя, а не хочу третьего сейчас. Сейчас с двумя детьми. И, в общем, как-то так. По поводу этой квартиры многие задают вопросы. Очень такие каверзные, неприятные иногда. Я скажу так. Эта квартира не приоритетирована. Она пополам с мужем и его братом. Здесь прописаны дети с рождения. Те, кто волновал вопрос, как они будут выписываться из той квартиры. В той квартире была прописана только я. И здесь мой муж сказал, что как дети у меня родились, что я беру на них ответственность. Они будут жить, ну не жить, а будут прописаны у меня. Я как отец хочу это сделать. И он это сделал. Так что насчет прописки детей не волнуйтесь. Все в порядке. И по поводу того, что она не приоритетирована, он не хочет ее продавать. Потому что сейчас будет квартира в ипотеку на банк. И вдруг, не дай бог, что-то случится. Конечно, не дай бог. Но ее тогда отнимут. И сколько он видел таких случаев, что отнимают квартиру. Если там, допустим, с платильщиком что-то случилось. И возвращают, возможно, какую-то сумму. Но квартиру не возвращают. И поэтому женщина с детьми находится в очень ужасном положении. И поэтому, если бы не эта квартира, нам бы пришлось очень туго. На самом деле, очень тяжело. Вот так вот, честно, откровенно. Потому что нам некуда было бы идти. Да, мы могли бы снимать. Но в любом случае, лучше иметь свое какое-то жилье. Не важно, сколько оно стоит. Не важно, где оно находится. Но есть куда прийти. Это самое главное, на что упирается мой муж, когда говорит, что мы ее не будем продавать. И я с ним, в принципе, полностью согласна. Я тоже думала насчет того, чтобы ее продать. Но пока что смысла никакого нет. Так, ипотеку я сказала. И по поводу вот этой квартиры, знаете, меня черт дернул пойти к своей подружке. Юлька, привет. Если смотришь, когда я была в Туле со своей мамой. И она мне так высказала то, что какого черта вы будете здесь делать ремонт? Зачем вы будете здесь делать ремонт? Вы должны уехать в Тулу. Уехать жить. Надо думать о себе, о детях, а не о том, что вы будете здесь жить. Я с мужем поговорила. Я уже тогда воодушевилась. Думала, я приеду в Тулу. Думала, посмотрела свои летние влоги. И я была прям в восторге от того, что как там красиво, как я себя чувствовала хорошо. Как я каждый день гуляла. И мне это доставляло огромную радость. И поэтому, я не знаю, я уже подумала, что я буду и в сад его там водить и все. Потом у нас состоялся серьезный и тяжелый разговор, до которого я до конца не отошла. Я не уверена на 100%. Но переехать в Тулу не проблема. Абсолютно не проблема. Потому что переехать можно. Но вот вопрос зачем? Потому что реально, если можно сдавать квартиру там, платя ипотеку, естественно, здесь, проживая здесь, допустим, мы будем там сдавать. Допустим. И будем платить оттуда в ипотеку и зарплату ипотеку, какую-то часть будем платить. А если бы мы жили там, мы бы не сдавали, а просто нам пришлось бы очень тяжело. Последние деньги, допустим, потому что Рома один работает. Почему я не выхожу на работу? Это очень извечный вопрос, потому что моему ребенку всего полтора года, младшему. И я раньше, чем в два с половиной года, его не собираюсь отдавать, потому что он даже на горшок сам не умеет ходить. И вот в два года я Юрку посадила на горшок, в два с половиной он спокойно ходил уже и ночью, и днем. И это вопрос времени. И пока муж работает один, мы первое время, все-таки, скорее всего, как бы мне неприятно это не было осознавать и принимать это все близко к себе, потому что маме тоже неприятно к нам сюда ездить, потому что далеко, долго не останешься. Это все ехать, это все время, это все силы, это все энергии. Я бы не сказала, что деньги, но все равно это очень много сил и нервов отнимает, и поэтому она очень сильно хочет, чтобы мы жили там, плюс мы будем близко жить. И мы договорились с мужем на то, пока не до конца, но вот в планах, то, что меня уламывает на то, чтобы здесь жить. В принципе, я начинаю соглашаться, потому что до этого я была абсолютно согласна, потом меня пытались наставить на путь истинный, но если сложить наше семейное положение финансовое, мы не потянем, потому что платеж будет, ну, грубо говоря, на 30 лет, грубо говоря, 12 тысяч в месяц. Понятно, что это не такие большие деньги, как мы владели кредиты, но все равно хочется поскорее рассчитаться с ней, поскорее внести как можно большую сумму за все это время, и мы хотим это сделать, попробовать, хуже не будет. И по поводу ремонта в этой квартире, мне все равно надо все делать, все равно надо все делать, и все равно надо и окна ставить здесь, здесь надо делать все обои. Но мы не будем обои делать, мы будем шапоклевать и красить, на этом нужно время в первую очередь. Когда это время будет, будет летом, потому что у меня муж работает, и мы, естественно, не будем там два дня что-то делать, два дня что-то не делать. Мы будем сразу целиком всю комнату делать, это все ясно, понятно. И здесь по-любому все это надо делать ремонт, потому что здесь в окна очень сильно продувает, очень сильно холодно, здесь нету стекол дополнительных. То, что обычно два стекла в окне у нас по одному, и очень сильно ветер продувает. То, что ветреная сторона, на две стороны дома выходят наши окна. И вот честно говорю, что здесь придется делать ремонт, и чтобы не ездить туда-сюда в любом случае, мы будем жить здесь, и будем потихоньку все делать. Надо оформлять детей в сад, вот сейчас мы закончим, закончим вот эту вот возню с квартирой, и будем записываться к педиатру, и начинать проходить комиссию. Потому что пока я в этих разъездах тульских непонятно где, потому что завтра мне по идее тоже надо было бы ехать, но я не поеду. И поэтому вот такая вот возня, и постоянно не знаешь, чего ждать завтра, когда сделка не сделка, нельзя так загадывать, чтобы у нас был выходной, и пойти к педиатру, потому что может все сорваться, и неудобно будет в любом случае. Когда мы все это закончим, мы сразу же пойдем к педиатру, и я думаю, что начнем проходить комиссию, и будем оформляться в сад. Я думаю, что это будет правильно. Вчера я весь день с мамой убиралась, я не стала это снимать, потому что, ну, зачем? Не хочу, я и в подъезде полы помыла. Так, давайте в следующем влоге я вам покажу нашу дверку, потому что она встала очень хорошо, но пока что я просто вам информацию выдам, которую считаю нужной сказать, и потом все покажу все остальное. Потому что у нас сейчас такое стрессовое напряжение, нет времени отдыхать, нет времени расслабиться, постоянно думаю, что куда движат. Как, знаете, вот когда сидишь на квартире, допустим, сидишь, гуляешь, там ходишь по магазинам. Спокойствие. Спокойствие, что можно, зная, что будешь дома, зная, что не надо куда-то выезжать, а сейчас вот постоянно как на вороховой бочке, которой ты даже не знаешь, что, вот что будет завтра. Но завтра придется ехать, не придется. Вот это вот непонятно. Тебе звонят, или ты сама устраиваешь себе встречи, и получается все очень спонтанно, очень быстро, плюс дети, это все весело. Короче, весело наша жизнь началась, и я хотела показать вам досочку мою новенькую. В Фикс Прайсе мы с мамой были, купили досочку вот такую прикольную. Ой, 150 рублей она стоит, и здесь вот такое вот углубление, то есть здесь она выше, здесь она ниже, и так она с двух сторон, плюс можно вот так вот повесить. Ну, прикольная досочка. Так вот, чуть-чуть покажу вам пока что, пока я в духе. И Фикс Прайсе взяла себе, как это, штатив с держателем для телефона, честно скажу, сейчас хотела на него снять. Снимаю на свой старый штатив, 200 рублей стоит, казалось бы, офигительная покупка, офигительная вещь, он такой тяжелый, увесистый, но проблема в головке. Потому что она не рассчитана, допустим, на мой телефон рассчитан, здесь диагональ, получается, идет до 85 миллиметров, здесь высота идет 157 сантиметров высотой, но эта зараза, здесь, смотрите, вот здесь, видите, видите, вот эта вот штучка, она здесь есть, но она должна быть сверху, они перепутали, сделали ее снизу, из-за этого телефон не держится, его выплевывает просто сразу же, сюда нельзя закрепить телефон, он будет выплевываться постоянно, я не знаю, чем они думали, когда это делали, возможно, здесь можно просто камеру ставить, если вот эту штуку открутить, я не знаю. Но, в принципе, сама конструкция классная, но вот если бы не вот эта вот финтифлюшка, из-за которой я покупаю как раз штативы, потому что она стирается, она отлетает со временем и рвется, я чисто из-за них покупаю, я подумала, такая хорошая штучка, на самом деле, вот видите, вообще не держит телефон, к сожалению, вот свои блогерские будни расскажу чуть-чуть, потому что мало ли кому-то будет интересно, еще мне пришла посылка, мы с вами в прошлом в блоге ходили, а я так еще ее не разбаковала, извините, простите, все никак-никак-никак, потому что, ну, сами понимаете, вот такие штуки сейчас у нас домашние, необычные совершенно, так, она вот так вот идет, вот такая вот штучка, здесь тоже, ой, рычажок, и вот так вот она поднимается, в общем, такая штучка, ой, не знаю, не знаю, как ее теперь использовать, как, для чего, возможно, для камеры, она мне когда-нибудь пригодится, когда мне, возможно, когда-нибудь появится камера, а пока что это пустая трата денег, как бы это ни было, не, нет, неприятно, не звучало, так, ладно, в общем, девчонки, поделилась с вами последними эмоциями, впечатлениями, совершениями, потому что очень много таких непонятных моментов, и много, очень, очень много, и я не знаю, стоит говорить, нет, неприятных комментаторов у меня на канале появилось, и я хочу сказать так, что, что, если у меня, допустим, такая позиция сейчас стала, раньше меня это все задевало, раньше меня все это раздражало, сейчас, плюс у меня такое нестабильное положение, потому что я могу выгрузить видео, ехая в маршрутке, как-нибудь по-быстрому, могу два дня назад загрузить, только потом выложить, и просто скидываю, и дальше начинаю снимать, и поэтому у меня вообще нет времени на ответы, комментарии, поэтому, мои девчонки, извините меня, пожалуйста, потому что я все читаю, но, к сожалению, не все могу ответить, потому что вот во влогах я могу отвечать, если вы мне вконтакте напишите, в инстаграме напишите, тогда я отвечаю, а в ютубе у меня либо влог ответов, либо влог не ответов, поэтому, я думаю, вы должны понимать, прошлый влог я свой выкидывала, просто ехая в маршрутке, все уставшие, мама со мной, и потом, естественно, я на маму много-много-много времени уделю, как обычно, а потом, и насчет плохих комментаторов, ну, девчонки, слушайте, у всех свои предпочтения, у всех свои желания, кто-то хочет увидеть какую-нибудь, я не знаю, красивую, успешную, благополучную девушку, которую миллионы получает, которая сама следит за своими детьми, ну, это понятно, которая улечу покушает, всегда чисто прибрана, которая сама вечно очень красивая, но бывают разные люди, и вопрос, то, что блогер вам близок, близок по душе или нет, если нет, тогда я не вижу смысла тратить время, если только поднять свою собственную самооценку, ну, кому это надо на самом деле, это нужно только вам, и все равно все мои давние зрители должны понимать, что, ну, как это сказать, я даже не знаю, как это прилично сказать, ну, всех свои предпочтения, и не знаю, я бы не стала, например, тратить время на блогер, который мне был бы неинтересен, противен, омерзителен, я, например, себя не считаю какой-то плохой личностью, каким-то плохим человеком, то, что у меня дома тут полный бардак, да почему у меня бардак, здесь просто нет ремонта, и я, получается так, что я снимаю в то положение, когда у меня из одной жопы выгоняют в другую, и, я не знаю, я горжусь тем, что я не люблю себя хвалить, но все равно, я считаю себя честной перед вами, и открытой, и смысла у меня нет никакого. Прекрашать что-то, не знаю, я как для своих подружек снимаю, это вам решать, оставаться вам со мной или нет, смотреть меня дальше или нет, потому что я знаю, что я нахожу друзей новых своих на ютубе, мне очень нравится общаться с людьми и обсуждать какие-то злободневные темы, но вопрос в том, что смысл тратить время, тратить свои жизненные силы, тратить свое настроение, эмоции, переживать что-то с другим человеком, когда он тебе неприятен, не знаю, для меня это глупости, и взрослый человек никогда, если человек взрослый, успешный и довольный, он никогда не станет писать всякие глупости, как будто ему 15 лет, как будто у кого-то шило в жопе, извините, горит, и все, что-то нужно доказать кому-то. Слушайте, вот мне тоже часто пишут, что она не слушает совета, она не слушает наши умозаключения, грубо говоря, ну, совет хорош тогда, когда его спрашивали, вот я спрашиваю, хорошо ли плитку делать на потолок, вы мне отвечаете, это один вопрос, а когда вы пытаетесь мне, я не буду говорить это всем, это просто девчонки должны понять те, которые, знаете, заходят для того, чтобы просто почитать комментарии, у меня такие тоже есть. И совет, а когда пишут, что ты должна делать так, а не так, как я тебе сказала, ну, это глупости, потому что каждая хозяйка на той хозяйке, чтобы быть самой по себе, потому что двое хозяйк на кухне не может быть, я думаю, вы это все прекрасно понимаете, и каждый живет так, как ему удобно, комфортно, и как получает удовольствие человека от этого. И, я не знаю, для меня это полная глупость, и то, что мне пытаются навязать всякую ересь, это, ну, честно, не красит комментаторов никоим образом, не очень, это красиво с их стороны, причем, когда человек встречается и, ладно бы в жизни кто-то что-то мне сказал, а когда человек встречается и просто на просорах интернета, когда нет ни страниц, нет ничего абсолютно, чтобы там посмотреть на него и вот выплескивать свой негатив, свою злость, какой он крутой, ну, смысл в этом какой, ну, покажете вы, что вы лучше меня, ну, и вы самоутвердитесь за мой счет, и кому от этого лучше будет? Кому? Ну, я не знаю, но это глупости малолетние, на самом деле, если в интернете вы считаете, что нужно писать огромные посты, и чтобы вам поставили миллион лайков, ну, это глупости полные, если вы считаете, что нужно как-нибудь задеть, кого-то обозвать, ну, YouTube спам, вот такие штуки не пропускает, это даже не я, я еще никого не блокировала, но у меня, я уже часто вижу в спаме, уберите эту дуру и так далее, но это просто YouTube сам не пропустит, это даже не ко мне вопросы, поэтому лучше быть дружным, жить дружно в мире, в любви, в согласии, в благополучии, если есть советы, то они должны быть дельны, чисто по факту, какие-то пожелания, допустим, это без проблем, все, но вот такие вот указания при вознесении себя для меня это просто, ну, зачем это надо делать, я не знаю, не знаю, мне кажется, взрослый человек такой не будет писать, не будет, если он себя любит, если в семье все настолько хорошо, но глупости все это, так, ладно, давайте не будем о наших, как это говорится, о наших баранах, что ли, в общем, дети мне сейчас отдохнули, ведь дети мне там сейчас спят с Ромой, сейчас Рома уходит на работу, я сейчас буду развешивать бельишко, я вчера три раза стирала, но все достирала, сейчас буду развешивать последнюю парчью постельного белья, я вчера постирала все джинсы, всю нашу одежду, у нас только вот эта комната, спальня отапливается, все остальные просто, ледник самый настоящий, и надо как-нибудь брать себя в оборону, и начинать жить, потому что эта катавасия, надеюсь, скоро закончится, я наконец-таки смогу прийти в свой ум, привести в порядок, потому что Рома говорит, что как мы сейчас поедем, мы только переехали сюда, нам этот приезд довольно тяжело дался, мы только начали все это разгребать, и как это все бросать, так тоже плохо, плохо, так что сейчас мы, я думаю, закончим с этой квартирой, наведем здесь порядок, поживем годик-другой, и переедем туда, я надеюсь, что у меня скоро все получится, немножко потерплю, ничего страшного, кто-то мне написал, что мы здесь с мужем, когда встречались, жили, но мы здесь, вы знаете, мы тогда были молодой парой, и в принципе, нам квартира нужна была для того, чтобы проводить время, а я так каждый, каждый, каждый божий день, день, кроме воскресенья, ездила на учебу в Тулу, училась я на специальности информационной технологии по отраслям, ну, в смысле программист, если просто говоря, так что у меня техническое специальное образование, среднее, полное, и я, ну вот, вы понимаете, да, то есть я каждый день ездила в Тулу, каждый день гуляла, каждый день все это, ну, день 40, грубо говоря, на самом деле, у меня тогда было, но сейчас у меня просто приоритеты немножко поменялись, немножко повзрослело, у меня не было детей, в конце концов, не было все равно, как бы, на много моментов, но я думаю, что, вот я говорила, что здесь, допустим, не очень хорошо, не очень чисто, не знаю, прорвемся, разберемся, я придумаю, где нам гулять, я надеюсь, и нам станет немножко полегче, в общем, как-то так, пока что погода там, полный ледник, полный ветер, не знаю, когда это закончится, надеюсь, скоро, сегодня вам попытаюсь этот влог выложить, чтобы там просто была на связи, я хочу, ну, как мне даст время, мое сознание, как у меня будет время, чтобы детей, я не знаю, оставить, и хочу как-нибудь все-таки начать стримы вести, потому что смотрю я девчонок других стримов, мне это так затягивает, и получаешь обратную связь прямо от вас, прямо в прямом эфире, было бы круто, но вопрос, вопрос в чем? вопрос в том, чтобы сидеть с детьми, и не знаю, в чем еще, и решиться на это, разобраться с этим, но я думаю, это вопрос ерундовый, так что, возможно, скоро меня ждите на стрим, если, ну, это не прямо сейчас, вот, когда получится, когда я решусь на это, когда у меня будет возможность, я буду только завести стримы, и, в общем, как-то так, на этом я буду с вами прощаться, всех люблю, обнимаю, проведите весело, выходные, хотя неделя только началась, проведите неделю достойно, чтобы вы не жалели о ней, и сделайте по максимуму того, что вы хотели сделать, всех люблю, целую, всем до новых встреч, всем пока-пока, субтитры сделал DimaTorzok, субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,